Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 мая, сейчас 7 утра, и так как у нас жара стоит днём невозможная, сегодня будет 25 градусов, завтра 27 градусов, днём в теплицу войти невозможно. Поэтому я вот сейчас пошла высаживать в открытый грунт томаты и в теплицу зашла, чтобы поговорить о следующих подкормках, которые, возможно, кому-то уже нужны. Я сразу скажу, что мне пока не нужны, потому что у меня нет массового цветения, но для всех, кого это интересует, я расскажу о подкормке, которая некоторым просто необходима в период массового цветения и в период жаркой такой температуры, высокой температуры на улице. Многие в прошлом году и в позапрошлом, может быть, у каждого это было, многие писали, что томаты зацветают, цветок повисит немножко, отсветёт, засыхает и падает, а падает зависть, ну не зависть, а цвет. От чего это может быть? Ну мы уже и в том году разбирались, сейчас ещё раз скажу. Обычно, смотрите, когда очень жаркая температура стоит на улице, и когда недостаточно, нет ни ветра, ничего, вот прям застой, тишь да гладь, нет проветривания, происходит плохо опыление. То есть цветок отцвёл, не опылился и опал. И в этот период все специалисты рекомендуют, и все опытные огородники знают, что желательно для успешного опыления томатов провести опрыскивание бором. То есть многие применяют простую борную кислоту, делают раствор и опрыскивают. Я сейчас не буду делать это опрыскивание, потому что вы видите, что у меня цветение не массовое, у меня, конечно, цветут томаты, но они только-только начали, я же высадила их всего несколько дней назад. Вот, а тут один цветок, тут один цветок, но тут четыре цветка. На некоторых вообще ещё не цветут. Вот и, ой, он Вовочка Путин зацвёл, странно, он позже был высажен, тоже он Вова Путин зацвёл, огромный такой цветок, такой жирный, наверное, будет хороший плод. Но всё равно, этого ещё мало, чтобы проводить опрыскивание, мне нужно подождать хотя бы, ну, неделю, когда всё покроется жёлтыми цветами, и будет, если жаркая погода, я тоже буду делать опрыскивание бором. Так как я не буду делать, но в прошлом году я делала, и делала именно в период массового цветения, когда было много-много цветов, я в описании к этому видео выставлю ссылку, и вы можете посмотреть, потому что ничего не изменилось, всё то же самое, я там всё рассказываю и даже показываю, как я опрыскиваю. Просто вот этим видео я хочу напомнить, что для того, чтобы не осыпались вот эти вот цветочки наши томатные, многие применяют вот это опрыскивание бором, оно увеличивает количество завязи, меньше будет вот этих так называемых пустоцветов, когда вроде цветёт всё хорошо, а потом раз, а плодов нет, смотришь, они все лежат на полу. На улице в открытом грунте это происходит меньше, потому что там всё-таки вот этот ветер, цветочки эти колокольчики колышутся, пыльца на пыльнике падает, чаще попадает, вот это вот чаще завязывается, в теплице всё сложнее. Здесь и влажность, вот сейчас, когда ещё двери закрыты у некоторых, если ночами холодно, тут и влажность высокая, она мешает, происходит намокание, пыльцеслипание, и они сыпучо стеряются у пыльцы, и она сложнее ей на пыльник, как не рассыпается, она не падает. Но мы не будем углубляться в такие подробности биологические, просто скажу, что если у вас жара на улице, если мало проветривания, если у вас томаты уже цветут, и вы хотите, чтобы было меньше пустоцветов, а больше завязи, то в это время можно провести подкормку бором. Но тут действует не только борное опрыскивание. Вот некоторые люди пишут, что мы просто добавляем удобрение барафоска, чтобы был там бор. Можно ещё есть макбор, некоторые пользуются макбором, но если у вас нет, ничем вы не удобряете борным, ничего не добавляете, самый простой вариант – это опрыскивание раствором бора. Всё, ссылку смотрите на старое видео. Сразу извиняюсь, что я просто сказала и не показываю, но мне ещё рано. Видите, у меня все они уже на готове, но ещё не все цветут. Из-за 10 цветков, конечно, я не буду опрыскивать. Да, ещё есть ещё тоже очень простой вариант. Во время массового цветения можно сделать обработку бутоном. Это тоже очень хорошо помогает. Блин, кошка везде за мной ходит. Это очень хорошо помогает увеличить количество завязей. Всё, нужно всякими, как сказать, пользоваться всеми доступными средствами. Если, например, какие-то погодные условия мешают нам получить хороший, богатый урожай, нужно, конечно, помогать растениям. Потому что у нас вот завтра, если будет 27, тут будет за 30. А после скольки-то, то ли после 30 или после 32 градусов, всегда пишется, что пыльца становится стерильной, она не способна завязывать плоды. Но это вопрос спорный, но всё равно все люди замечают, что когда жаркая погода, зависть образовывается хуже. Всё, до свидания.